Прошло, получается, 6 дней с момента постановки браги. Вот эта брага, которая была без стабилизатора брожения, она на следующий день, когда надо было вносить дрожжи, уже подванивала, прям, ну вот как зерно, пахнет прокисшее. То есть она, и когда мы добавили дрожжи, я удивился, ну, часа через два она начала бродить. То есть она начала подкисать, но прокисла, видимо, не до конца. Вот эта брага без внесенного стабилизатора брожения, она имеет такой неприятный запах, ну, и пузырики еще идут. Ну, мне кажется, она уже выбродила, потому что, ну, 6 дней это уже даже много, потому что обычно сбраживается все за 4. Ну, максимум 5 дней. Эта уже начала осветляться, еще буквально через 3 дня начала осветляться. Она пахнет брагой, брагой, зерновой брагой, в ней нет неприятных примесей, вкусов там и так далее. То есть она пахнет приятно. Что я буду делать? Я возьму вот эту брагу, залью свой ПВК вместе с кашей и перегоню напрямую. Получу энное количество спиртосорца. Ну, я надеюсь, что я получу. Потом бак помою, ПВК помою, все уберу, залью туда вот эту брагу. Перегоню ее. И потом покажу вам, какое количество спиртосорца, какой крепости получилось с этой и с этой браги. Из этого мы уже сделаем вывод, насколько хорошо работает стабилизатор брожения и работает ли он вообще. Прошло еще 2 дня, я перегнал брагу отдельно каждую со стабилизатором брожения и без стабилизатора брожения. Что у меня получилось? По объему 9,6 литров получилось со стабилизатором брожения, крепость 24%. И 6,5 литров получилось браги без стабилизатора. Но она изначально чуть-чуть подкисла, а потом начала бродить. Табличку с выходом абсолютного спирта и расчетами я дам. Что получилось по аромату и вкусу? То есть вот это у нас спирт-сырец с браги без стабилизатора, это спирт-сырец со стабилизатором, а это второй перегон спирта-сырца со стабилизатором. Перегон браги без стабилизатора я еще не сделал. Ну и сравнивать это особо не с чем. Хочу сравнить вот эти два спирта-сырца по аромату. В засыпи этого хлебного вина присутствует рожь, пшеница и ячмень. И оттенки всех их присутствуют в аромате этого спирта-сырца. Ну и также такая кислая характерная нота хлебная. Как вот хлеб прокислен, вот такого вот оттенка. Это спирт-сырец со стабилизатором. Он пахнет почти так же. То есть он мало чем отличается от этого, но в нем полностью отсутствует кислая нота. Многие спрашивают, когда мы начнем продажи стабилизатора брожения. То есть пока мы не испытаем его на всем, что можно и не выработаем четкой инструкции, пока мы не получим на него патент, пока мы не сделаем лабораторные испытания, не получим все необходимые сертификаты, не выработаем четкую инструкцию, продажи его мы не начнем. Мы хотим сейчас понять, работает он или не работает. Ну вот, первый опыт, мой личный опыт, показал, что он работает. Следующим этапом я хочу проверить его на пиве, сварить пиво. И вот по тому способу, по которому мы описывали с Сергеем, когда термонизировали газом, когда пиво после брожения стоит на венофлоке, есть риск того, что оно скиснет, потому что это 5 дней все-таки. Вот, а если добавить стабилизатор брожения до дрожжения, и как покажет себя пиво. То есть, вот хотим попробовать на пиве, там дальше посмотрим. Ну, думаю, что если все будет хорошо, и он покажет себя так же хорошо со всеми другими нашими экспериментами, то продажи его мы начнем после Нового года. Он будет продаваться в бутылочках по 250 миллилитров. Вот эта бутылочка 100 миллилитров. Да. А он будет продаваться в бутылочках по 250 миллилитров. Может быть, мы увеличим его концентрацию, и сделаем несколько фасовок. Ну, об этом еще рано говорить, и рано туда заглядывать. Надо испытать его дальше. То есть, здесь он работает, несомненно. Все получилось хорошо. У меня такой выход, скажу честно, пшеничного вот этого полугара. Это самый дешевый зерновой набор в нашем ассортименте. Такой выход не получался никогда. 388 АС с каждого килограмма на браги со стабилизатором. И 280 АС получилось без стабилизатора. Раньше у меня всегда получалось 280, 290, 380. Не получалось никогда. Так что продолжаем эксперименты дальше. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok